Наскар, ты в курсе, что там мяса нет? В смысле нет, она 9 рублей стоит Ты в себе сохранил, конечно, вот эту детскую, наивную веру в лучшее Ну, у меня для тебя, кстати, есть предложение покруче Давай-ка мы впервые в истории нашей программы закатим настоящий мясной выпуск едоков Давно хотел сходить в ресторан Огонь Говорят, там крутой техасский смокер Я тогда пойду в Барт-Квадрат, в бар и барбекю Меверик А встретиться предлагаю потом около ресторана Фрэнк Байбаста на верхней торговой площади Тем более нас об этом просили зрители в комментариях Звучит как крутой план, погнали А сосиску пока спрячем Мое мясное место находится в Арт-Квадрате Называется кинематографично, Маверик, бар и барбекю Нас больше интересует барбекю Специализируется на различных копчениях и стейках Мне это подходит Пойдемте поедим Добрый день, меня зовут Артур Сегодня я буду вас обслуживать Что будете заказывать? Артур, очень приятно У вас бар и барбекю Нас сегодня барбекю интересует Отличная передача Поэтому, к сожалению, салаты, супы, закуски Наверняка там везде есть мясо Но мы пойдем сразу по специалитетам Вот мне, пожалуйста, набор для компании барбекю сет Отличный выбор Так, ну чизбургер надо попробовать обязательно А у вас прожарка идет стандартная или можно попросить? Прожарка, да, идет стандартная, но вы можете попросить любую прожарку на выбор Но желательно, чтобы была примерно medium, medium well Ну вот можно мне medium Потом стейк А какие стейки в наличии? Стейки в наличии у нас все Альтернативный стейк и классические стейки тоже есть Можно мне тогда стриплоен Прожарка Прожарка medium rare Соус яблочный барбекю И к нему, чтобы был красивый серфинг терф Креветки И, например, спаржу Креветки и спаржа Отлично Да, будет красивое блюдо И в принципе, в принципе, этим уже бы наелось 6 человек Но я хочу попробовать, как вы готовите чили конкарда Чили конкарда, без проблем, все сделаем Так, по кухне все И попить что-нибудь безалкогольное Лимонады, чай, кофе Без проблем, все быстро сделаем, приготовим Лимонад, 300 мл, оранчато Это апельсин, как я полагаю Да, это сделано на основе обесцвеченного апельсинового сока И с добавлением сиропа юдзу Вот с юдзу замечательно Тогда мне вот такой лимонад 300 мл Хорошо И единственное, я попрошу мне все подать, чтобы было красиво Без проблем Время ожидания примерно составит 10-15 минут на все про все Это очень быстро Напитки вынесем сразу Это очень быстро для мясных блюд, спасибо Жаркий летний вечер, самое время подкрепиться чем-нибудь ультрамясным Именно поэтому я и приехал в Супайлово в заведение под названием Огонь Где подают брискет, пастрами, бифштексы и прочие мясные вкусности Давайте зайдем и посмотрим, чем же тут кормят Добрый вечер Меня зовут Ильнур, я буду вашим официантом Готовы сделать заказ? Здрасте, Ильнур Да, нас сегодня интересует только мясо Вот, поэтому сразу же перейду к специалитетам большим Вот можно мне мясную нарезку из вашей картины Ага Ну вот брискет, конечно, да, фирменный И вот колбаски, какие посоветуете? Лично мне больше нравится из курицы Давайте из курицы стараемся Из курицы колбаски Так, шашлык Ага Бургер Вот давайте, который с смородинным соусом, интересно, попробуем Ага Так И вот, пожалуй, все это полирнем рубленным бифштексом Хорошо Что-нибудь попить? Да, и попить что-нибудь так в конце, да Могу бы рекомендовать наши домашние лимонады Вот они А, вижу, да О, а давайте тоже смородину, розмарин тогда большой объем 900 мл Хорошо Сколько по времени примерно? Около 25-30 минут Все, хорошо Вам вынести блюдо по готовности или в какой-то очередности? Нам все сразу, пожалуйста, чтобы полный стол был, чтобы красиво Все, понял Сейчас это сделаем Два нюанса Первый Ждали мы не 10-15 минут Потому что что-то случилось со смокером Поэтому ждали мы дольше Я не знаю, минут 25 Вот Соответственно, всегда в ресторане уточняйте За какое время вам смогут подать блюдо Но, как мы видим, со смокером в итоге-то все в порядке Потому что еду нам так или иначе приготовили Вот В общем, объективно ждали мы сильно дольше Второй момент По поводу креветок Там указана цена за порцию 325 рублей Вот здесь идет шпажка как украшение Ну, то есть, их потом рассчитывают по весу В общем, две креветки рублей на 100 вытянут Ну, чтобы вы не думали, что это порция креветок за 325 рублей Ну, а, в общем-то, все остальное Мы сейчас с вами будем пробовать Вообще, это традиция подачи креветок Или каких-нибудь лунгустинов или крабов даже С красным мясом Называется серф-эн-терф Поэтому я и решил сегодня так красиво все это на тарелке воспроизвести Спаржа, соус барбекю Но самое главное – это прожарка Медиум-рэр она или нет Но хорошая прожарка Не знаю насчет медиум-рэр Но я бы сказал, что это медиум скорее Но сам стейк мясистый Он за 100 грамм стоит 670 рублей Ну, где-то на 1200 он вытянет Да, как бы это суммарно получается дорогое блюдо Но как бы в этом есть смысл, да, похода в стейк-хаус То есть здесь они работают в двух направлениях Первое – это смокер Все вот это копченое Ну и запах такой соответствующий стоит в заведении И второе – это стейки Я спросил, все ли есть в наличии У них есть 6 видов стейков Хорошо посоленный Со сливочным маслом С чесночком при приготовлении Вот он блестит прям от сливочного Хороший-хороший мясистый стриплоин Давайте попробуем с яблочным барбекю Домашний соус Кисленький Чувствуется яблочность, да Было бы странно, если бы она не чувствовалась Но на самом деле Прикольный домашний соус Хотя вот этот кусочек Он может быть даже и medium-rare Ну нет, я все-таки останусь при своем мнении Это скорее medium И вот, например, можно вот так взять кусочек стейка Вот так взять Креветку И в прикуску Очень вкусно, разнообразно получается У вас красное мясо, которое ходило по земле Белое мясо морское Ну и зеленая спаржа Меня умилило Там очень много разных гарниров Есть категория гарниры premium В общем, например, какая-нибудь просто капуста Хотя там какая-то была прикольная капуста В меню с чем-то С копченой сметаной, что ли Но вот брюссельская капуста Батат и зеленая спаржа На гриле Не свежая Имеет честь называться премиум гарнирами Спаржа сама по себе Один из таких На мой взгляд Неоправданно дорогих зеленых овощей Она достаточно свежая Здесь она с оливковым маслом С солью с перцем Если вы хотите Какой-то нейтральный гарнир Но при этом продукт, который вы Редко домой себе покупаете То можете взять на заметку спаржу Стейк отличный Я пока все это дело ждал, проголодался Я бы вообще не оторвался от стейка Ну посмотрите Выглядит круто Стейк реально отличный Он мясистый Он со сливочным маслом С солью с перцем Со всеми делами Докопаться не до чего Хорошая подача Но, конечно, за стейк не альтернативный Опять же Стриплоин или Рибай Это американская классика Придется Заплатить денег больше, чем за какое-то другое горячее блюдо Я взял чизбургер Потому что брискет я и так попробую Он у меня вот здесь есть Порванный В ассорти Я, наверное, его не буду разрезать Я, наверное, попробую его так Из конвертика Дайте угадаю Ну нет, кстати Я думал, что это вот этот соус гриль популярный Ну, типа соус, который похож на биктейсте Ну, это такой розовый соус Типа мэри роуз вроде Китчунеза Котлеты не супер толстые Ну, кстати, что круто Здесь реально все на огне приготовлено То есть Если бы, допустим, здесь подавали шашлыки Часто во многих заведениях есть такая проблема Что, ну, некоторые блюда не могут просто технически называться шашлыком Потому что их приготовили в электрошашлычнице Там нет запаха дыма Здесь как бы все на углях Свежие овощи Сыр подзапекся, желтенький Выглядит тоже красиво Такой классический чизбургер Со свежими овощами Вот, кстати Кстати, котлетки медиум Это медиум уэл Ну, в смысле, она сочная Несмотря на то, что тоненькая Соус такой ненавязчивый Поэтому в основном идет вкус Именно от мяса И от мяса с огня Да Если вы в бургерах гонитесь за сочностью И вам его не хватает там Во вкусные точки В других популярных местах То вам он понравится По сути, да, для любителей классики Не с ягодным соусом Еще с чем-то таким Просто большой Сочный чизбургер Это здорово Ну, давайте чили сначала попробуем Потому что, если бы я не стремился Начать со стейка Который я боялся, что дойдет Дольше, чем надо Я бы начал с чили Потому что Во многих Американских заведениях Например, в одноименной сети чили Популярная сеть семейных ресторанов Это тоже специалитет Который вообще предлагают Заказывать как аперитив Как первое блюдо Ты ешь чили Он остренький Там много вкусов Миска чили Раззадоривает тебя Для дальнейших твоих Едоковых Свершений Так, вилка вот у меня Ну, естественно, да Кто смотрит нашу передачу Знает то, что я вот, например Вот это вот Не понимаю Не понимаю я Сладкий горох на еде Если его Предлагается потом Есть вместе с блюдом Причем здесь барбекюшные Свинины и сладкий горох Мне не ясно Что мы имеем Чили вообще Это домашнее блюдо Чили конкарне То есть чили с мясом Все его готовят по-разному И здесь я вижу сверху Пултпорк Рваную свинину Которую у нас есть Также в Ассорти А снизу именно Вот овощную базу Из чили То есть это достаточно сложно В такой сковородке перемешать Поэтому мне придется Изловчиться Чтобы взять и овощи И мясо Ну это вкусно Остренько Много разных овощей Сама свинина Очень мягкая Имеет место быть Потому что Повторюсь Чили это такое Вариативное блюдо Но я конечно готовлю Совершенно по-другому Я готовлю на говядине Долго-долго Вытушиваю У меня Получается Матовый Такой шоколадного цвета Соус Ну вот видите Я немножко разгрузил И сейчас можно попроще Все это смешать Ну кстати острота доходит Такой на Два из десяти Острый Здесь Это наверное Скорее Вариант для сервировки Рваной свинины Ну вот с таким Овощным Тушеным гарниром Это вкусно И Я не думал Чтобы так подавали чили То есть чили Для меня это больше Мексиканские сочетания Лайм Темный шоколад Ну Блюдо вкусно Его много Чипсы Что это Вроде и картошка А вроде и лаваш Русскую картошку Чем-то отдаленно напоминает Но в хорошем смысле Это как бы два блюда То есть это овощной чили Снизу остренький И сверху вот это рваная свинина Назовем это Вариант подачи рваной свинины А-ля чили кон карно Но Как говорится Разговоров-то было Возьмем наш Сет Он стоит Тысяча сто Да вроде рублей Перед этим надо попить Потому что чили был остренький Надо рецепторы обновить Очень цитрусовый лимонад Потому что здесь К апельсину примешивается Юдзу Японский такой цитрус Вкусный Хороший Освежающий В лонге Можно взять 200 мл Поменьше Ну я бы переплатил И Такую еду активную Хочется Запивать обильно Вот это блюдо На компанию Ну потому что очевидно Да Одному человеку Этого будет многовато Если вы берете что-то еще И вы берете вот это в стол Чтобы есть вместе с чипсами Может и на троих можно взять Не знаю Ну на двоих вы как бы точно едите Потому что здесь много мяса Ну для очистки совести Да это та же самая свинина Мягкая Сладенькая Копченая Разорванная На волокна Свинина Отлично приготовленная Вот этот соус Попробуем Ммм Это очень вкусный Легенький Такой Огуречный Тартар И как бы очень свежий Вот этот соус Кстати Офигенный Я бы с ним Я не знаю Что бы я с ним ел Ну не стейк Наверное Но Этот соус Крутой Давайте с ним Попробуем Давайте сначала Просто попробуем Индейку Здесь видите Тонко-тонко На слайсере Нарезали Грудку индейки Тонко-тонко Я полагаю Что она тоже копченая Копченая Легенькая Такая Менее конечно Активная Чем на вкус свинина Грудка индейки Да Действительно Замечательно Сочетается с этим Лайтовым Угуречным соусом Что по огурчикам Это То что называется В России Малосольный огурец Я в детстве Вообще прикола Такого не понимал Зачем нужен Малосольный огурец Есть свежий Есть соленый А вот сейчас Когда чувствуете Запах Малосольного огурца Где-нибудь в супермаркете Я вообще Иногда с ума схожу От этого Мне нравится Ну вообще Раньше для меня Все это было бы В новинку Там Когда у нас Брискет Еще не подавали Это не было Популярным блюдом Сейчас да Вот эти креманочки Где соус Острый перчик Огурцы То есть у тебя Такая трапеза Получается Поэтому Как бы И хорошо Брать подобную Тарелку На компанию Салатка Услов Красно-качаная Капуста Соус Кстати Хороший В этом соусе Есть Горчица Он такой С характером Давайте Брискет Попробуем Это же Вообще Одно Из основных Направлений Здесь По еде Да Да Брискет Вот с этим Красным соусом Это сальса Наверное Коматная сальса Такая Не вареная Свеженькая Немного С чесноком Поджаристые Края Волокон Нужно уже Пожевать Маринованный Халапеньо Острый Да К этому всему Конечно Просятся Прохладительные Напитки Немного Другого Вкуса Нежели Лимонад Но мы В том числе По телевизору Выходим Вы понимаете Да И одна Колбаска Вот С колбаской Но это не вопрос Даже Просто Ну Блюдо Все равно Явно Не на одного Человека Колбаску Конечно Легко Можно Порезать Чтобы Разделить Между Несколькими Едоками Пополам Или на Троих Но может Быть Логично Было Быть Сделать Например Две Колбаски Поменьше Не знаю Кому Логично Кому Как Я вообще Не супер Фанат Всяких Колбас Но Это Очень Индивидуально Мне Вот Конечно Больше Нравятся Всякие Рваные Такие Штуки Здесь Вкусное Само Мясо Здесь Плоховато Жуется Кишка Видите Я ее Отрезать Поэтому Не мог Мясо Такое Замаринованное Как будто Со специями Не будто бы Даже С лаймом Но Повторюсь На фоне Того Что все Очень мягко И во рту Тает Такое Очень активное Специстое Вам Реально Придется Жевать Кишку Но Зато Видно Что это Прям Домашняя Колбаса Но С кишочками Я не знаю Я вообще Не спец В колбасах Как сделать так Чтобы они Жевались лучше Она вкусная Она такая С какой-то Лаймовой кислинкой Но Первое место Брискет Он очень хорошо Приготовлен Я не видел Чтобы Брискет Подавали В таком Рваном Состоянии Второе Ну наверное По активности Рваная свинина Плюс ее Много Она Опять же Соусом Со специями Индейка Для тех Кто любит Что-то Понейтральнее Я как Не был Фанатом Колбас Так и не стал Возможно Я еще Не ел Какую-то Лучшую В мире Для себя Колбасу Хотя Вот парадокс Да Я люблю Хот-доги И там Меня всякие Колбаски Сосиски Полностью Устраивают Маверик Это Индивидуалист Насколько я знаю Есть Известный Вестерн Ричарда Донора Режиссера Супермена Наверное Все-таки В сторону Вестерна Здесь больше Референс В фильме Снимался Мел Гибсон Но также Главный герой Дилогии Фильмов Топ Ган Том Круз Летчик Имеет Позывной Маверик И собственно Говоря Вторая часть Так и называется Топ Ган Маверик Это Такое Заведение С американским колоритом Тут уж кому как Мне эта культура нравится Более того Я скажу Что она мне близка Это то На чем я Ну вот опять же В плане популярной Культуры еды Каких-то впечатлений Во многом Вырос Поэтому Мне нравятся Эти традиции Традиции Стрейкаусов Традиции Коптилинг Которые к нам пришли Здесь Большое И вполне Разнообразное меню Я бы помимо Мясных позиций Что-то еще попробовал Там дипы Всякие интересные К чипсам Повторюсь Уточняйте Сколько будете ждать По времени Рекомендую вам Брать стейк И в принципе Все что касается Коптильни Можете взять порцион Если больше любите Брискет Возьмите Брискет Если больше любите Рваную свинину Возьмите Свинину В общем Начало Мясного поедания Мясного пира Я считаю Что положено Хорошее И классно То что В арт-квадрате Есть заведение Которое Специализируется На потребностях Мясоедов Потому что Им часто Приходится Нелегко В наше время Вот такой Пир мясника Мне сегодня Приготовили Так как Передо мной Стоит бургер Давайте С него И начнем Такого Небольшого Размера Что Внутри Котлеты Из мраморной Говядины Соус Айоли Чесночный Луковый Мармелад Был записан И смородиновый Джем Соус Не знаю Как вам угодно Давайте Пробовать Такой Сочненький Бургер Соответственно Сочетание Сладкого И соленого В последнее время Становится Даже уже Выходить из моды Не то что Входить Но это очень вкусно И для тех Кто считает Еще что Например Какой-то Смородиновый Соус Абиджем Не сочетается С мясом То Смею вас Переубедить Это очень вкусно Чесночный соус Так чуть-чуть Чувствуется Вот Ну и здесь Прожарку У меня не спрашивали Мясо Но вот здесь Она чуть-чуть Такая почти Медиум Как раз То что нужно Ну он такой Знаете Вот как раз Наезд из картошка Я думаю Не гигантских размеров Но вполне себе Его удобно Брать в руку Последнее время Сами знаете Бургеры Делают огромными Стараются Почему-то Запихнуть туда Все и вся Здесь в принципе Такой аккуратненький Я считаю Как раз таки Это лучше На самом деле Я не стал брать Перчатки Они здесь есть Но кому как больше нравится Я вот люблю Знаете Так в еде Испачкать руки Чтобы было Видно что ты что-то ел Вот Ну тут мы любители Ну и картошечку Попробуем Ну вполне все Нормальная картошка Вот даже можно Знаете Больше из Вытекающего бургера Соусы иногда Люблю брать Так даже вкуснее Давайте К брискету перейдем Оп Значит брискет К нему идут Значит наполнители Разные Вот лучок Колслоу Огурчики И соус Скорее всего барбекю Не знаю Тост Ну и сам вот Как пишут Тот самый брискет Да Тоже недавно Он вошел В российскую жизнь Может года два Три назад Когда активно Начали закупать Техасские смокеры Это грудинка Говяжья Много-много-много Часов коптится И соответственно Получается очень сочный И такая с дымком Прямо Отсюда идет запах Вы не поверите Какой волшебный Давайте пробовать Вот он видите Прямо Рассыпается Тут у меня На волокна Очень нежный Это прям знаете Как квинтэссенция Мяса Я не знаю Как еще назвать Что с дымком Мягкая Очень такая сочная Говядина Ну и получается Сэндвичи с ним делают Бургеры Что угодно Но вот цельный кусок Знаете Тоже иногда приятно Вот так поесть Можно с хлебушком Ну и соус попробуем Так Соус похож на барбекю Такой еще и сладенький Говорят готовят здесь В общем-то Это только в плюс Всегда Еще один кусок С вашего позволения Можешь попробовать Не в бургере Не в бургере Не в салате Отлично Видите Биштек С рубленого мяса Написан С мраморной говядиной Классическое Сочетание Да С яйцом Бывает С яйцом Жареным Бывает Вот собственно С пашотом Подают Такое Тут даже на утро Есть Ну и видите Тоже прожарка Очень прикольная Медиум Вэл Скорее Мне кстати Не спрашивали Мне такое нравится Но если вы Сторонник Вэлдана То обязательно Скажите Что вам Полностью Сделали Но вот Это на самом деле Классно Ну сразу Чувствую Такое Хорошее мясо Оно такое В меру Соленое И такое Очень сытное Как вы понимаете Еще и с яйцом С чипсом Мм Ты даже Познайте По плотности Даже больше Чем бургер Когда вы едите У вас Насыщение идет Ну и картошечку Попробуем Обычная картошка Здесь без соли Мне без соли Нравится больше Ну и еще и чипсы То есть картошка В таком виде Картошка в таком виде Много я знаю В России Любителей биштекса Так что Если не хотите Чего-то другого Типа брискет Репастрами То взять Старый добрый Биштекс Я думаю Нормальная тема Давайте уже Наконец-то Запьем Оттуда Я столько Съел Уже Всякого Мясного Значит у меня Лимонадик Смородина Базилик Оп Оп Приятный Такой кислый Лимонадик Не сладкий Самое главное Бодрящий Освежающий Вопросов нет Давайте К колбасочкам Перейдем Здесь Меня официант Посоветовал Взять С индейки Из курицы Соответственно Тут в набор Тоже идет Лучок Соус Который Скорее всего Уже был К брискету Барбекю И соответственно Картофель Вот на этот раз В таком виде Давайте пробовать Вот три колбасины Я на самом деле Признаюсь Не очень большой Любитель колбасок Но я знаю Что в России Они очень популярны То есть здесь Ручной работы Тоже сказали Что готовят здесь Тоже вызывает уважение Давайте пробовать Слушайте Ну такие Прям тоже Очень мясные Бывает знаете Какую колбаску ешь И там очень много Специи Там или остроты Она перебивает Здесь как раз Такий мясной вкус Доминирует Это я считаю Очень хорошо Ну и соответственно Пленочка Такая тоже Не сильно Затянута Ее легко Резать В этом плане Большой плюс Слушайте Ну такая приличная Колбаска Мне нравится Возможно Правильно Что мне подсказали Именно из курицы Из индейки Потому что говяжьи Бывают они потяжелее Ну и три штуки В порции Смотрите Мне кажется Вполне этим Можно наесть И обязательно Запивайте Мясное ассорти Самое главное Наверное Сегодня Ну после близких Это блюда Как мы сказали Вот здесь есть индейка Пастрами из индейки Пастрами из говядины Ответственно Язык И свинина В виде сала Такого Да Опять же Тосты Поджаренные Немножко Горчица И Хрен с блючизом Как мне объяснили Что с чем Сочетается Не знаю Но давайте Прям начнем С индейки Ммм Такая Знаете Температура уже Хорошая Такая Не холодная Не горячая А вот прям Как надо Комнатная Идеальная закуска Кого-нибудь Напиточку Чуть-чуть Специи На послевкусе Идет Такая Знаете Аккуратная Такая Вот это Чистая индейка Давайте язычок Вот его Обычно С горчицей едят Или как-то С хреном Без разницы Давно Язык не ел Я говяжий Он такой Специфический Горчичка Хорошая В общем Язык Всегда был На любителя Если вы Фанат Мяса Ну такой Знаете В сторону Некая альтернатива То здесь Вам В мясной тарелке Эту возможность Предоставляют Давайте дальше Давайте К пастраме Перейдем Пастраме Тоже блюдо Такое Знаете Сейчас Последние лет Пять Довольно модненькое Вообще Его придумали Это вообще По-моему Евреи Из Молдавии Которые Привезли его В Нью-Йорк И там Начали Соответственно Экспансию В город Соответственно Это тоже Грудинка Как и с Брискетом Но Сначала Мясо Маринуют Тоже Долго Потом Коптят Соответственно Тоже Как и Брискет И даже Потом Еще на пару Делают Там есть Разный Рецепт Но давайте Пробовать И вот Например Есть знаменитый Сэндвич И пастрами Говяжий Вот здесь Идеальное Сочетание Специи Соли И мяса Я бы даже Не стал Наверное Макать Ни в Горчицу Ни в хрен Съешьте Лучше В чистом виде И запейте Ким-нибудь Напитком Вот еще Пастрами Из индейки В таком виде Ну еще Тоже вкусненько Если здесь Была просто Индейка Не Копченая То здесь Соответственно Она с дымком Идет Ну потому что Коптили И наконец Сало Признаюсь Небольшой любитель Тут не знаю Как его лучше Может с хлебом Ладно давайте так Ну тут такой Я не знаю Как это комментировать Не очень люблю Просто Жира много Поэтому Но Соли Очень мало Кстати Это хорошо С хрен Попробую С глючит Прикольный Такой Очень Сырный И так На послевкусе Сам Конце Только Такой Хрен Хреновый Вкус Такой Прикольный Так Что хочу Сказать По итогам По заведению Огонь Классно Что Оно Охватит Сипаилова Сколько раз Мы топили За то Чтобы классные Заведения Открывались Не только в центре А еще и В разных районах города Сипаилова Конечно После центра Второй По количеству Заведений Но Классно Что все-таки Они здесь Открылись Потому что Не хватает Что-то такого Мясного Надо учитывать Специфику Оно открывает С 6 вечера Мы сразу После открытия Пришли По сути И пока Никого Нет А обычно Здесь Шум Гам Группа Выступает На сцене Так что Стоит это Учитывать Если вы Не просто Хотите Поесть Кусок Мяса Какое-то А как-то Еще Интересно Сделанное То Наверное Если Окажетесь В этом Районе То Заглядывайте В огонь Скорее Всего Они Смогут Вас Удивить Оскар Я надеюсь Что у тебя В животике Еще осталось Немного места Потому что По запросу Наших комментаторов Мы пришли В ресторан Фрэнк Байбаста Который открылся В Уфе На верхней торговой площади Да Ребра Говяжьи Свиные И прочие Вкусности В нашем полном Распоряжении В самом мясном Выпуске Программы Едоки Пойдем Добрый день Что-нибудь выбрали Добрый день Здрасте Да Я хочу Ассорти свиных Ребер В трех соусах Я так понимаю Что Волюм 1 Более классический Волюм 2 Такие Да Совершенно верно По граммовке Не будет 450 грамм Плюс к ним подается гарнир Вот мне давайте Волюм 2 И гарнир Какой можно Печеный картофель Либо фасоль Картофель Все хорошо Так Ну а я тогда возьму Сухое возрывание Да Ребра За 1250 Да Без проблем По граммовкам Будет 300 грамм Свойство сухого возревания Знаете Нет Расскажите Мясо становится мягче И вкусовые качества Открываются по-другому Усиливается ароматика И вкусовые качества Непосредственно Супер Давайте Тем более Тогда Так Мой ход Тогда Я все-таки считаю Что там где ребра Там и крылья Я буду мексиканские крылья Прекрасно Я с ребрами продолжу Тогда Вот с читас И ванильным мороженым Свиные ребра Все прекрасно После того как я вынесу это блюдо Я покажу как его правильно есть А хорошо Хорошо Ну и я думаю Надо взять по какому-нибудь сэндвичу Я буду сэндвич 4 сыра Тоже с реберным мясом А я вот вижу позицию Называется чизи киллер И вот бомбочка рядом Это что значит? Это бургер с обильным содержанием сыра Сыра настолько много Что он обливает весь бургер И стекает на картофель А внутри котлета из мраморной говядины Стекает на аскар Стекает на аскар А из напитков что? Нам лимонад Какие есть домашние? Есть эстрагон яблоко Это по вкусу примерно как тархун Есть тропики Они будут сладкие Ананас, персик, маракуйя Есть огурец, базилик Вот мне тропики, пожалуйста А мне эстрагон яблоко Можно нам два больших? Прекрасно Сколько у вас в среднем готовится Веречье блюдо? 12-20 в зависимости от блюда Все, хорошо Будем ждать Приятного отдыха Охо-хо Могу уверенно заявить Что такого в нашей телепередаче не было В галактике не было Не было Выглядит круто, Аскар Теперь, конечно, ход за тобой Как ты с этим справишься? Попробуем Ты хотел рассказать, как есть правильные черебры? Сейчас расскажу про ребра Как правильно есть В целом сначала нужно будет взять лайм Выжать это все полностью на все блюдо То есть таким образом Выбиваете приторный соус и перечный пепси Далее берете ребро И кладете это все на ванильное мороженое Под температурой ребра ванильное мороженое тает И у вас получает своего рода соус Прикольно Дальше после того, как это все растаяло Отрываете кусочек ребра Берете четос Смакаете все в ванильное мороженое И в крошку Целая наука Не просто так собрали все эти ингредиенты на тарелке Спасибо большое Все, приятного отдыха Уже не терпится поесть Так, давай его сюда, как говорится Сейчас будем пробовать Ну, я думаю, что Все со мной согласятся Еда очень красиво выглядит То есть здесь все позиции Такие очень инстаграмные Если вот кто-то таким увлекается Я вот перчатки обычно надеваю на бургер Но здесь я так понимаю, что все-таки пригодится Мне кажется, все равно придется сходить умыться Но давай Возможно, да Пока свежо придание, как говорится Так, берем Очень мягкая булочка сразу вот видно Да, она прям тоже рассыпается В сыре вся Прожарку пока не вижу Но сейчас вкуснем Давайте Вау Это вкусно Это вкусно Это супер сырный, как вы понимаете У меня весь рот уже в этом Нормально, нормально Хорошее мясо Классический чизбургер, соответственно Здесь вот лучок и соленый огурчик И мясо Ну вот, видишь, уже дошло, конечно То есть медиум здесь не пахнет Выглядит сочным Выглядит, да, очень сочно Ну и на вкус очень сочный Вот, и сверху помидорка И еще здесь внутри есть сыр То есть не просто сверху положили А еще и внутри Ну вот этот сыр сверху Кеса Похож на то, что в кинотеатре Кначис предлагают Угу Есть такой, он супер жидкий Соответственно, вот паприку, кстати Не особо чувствую А он так здесь как будто Больше даже украшает Потому что не дает такой остринки Ну паприка же, она сладкая больше Ну вот уже и полбургера нет, собственно говоря, да? Не знаю, я вот так накинулся Блин, это вкусно Ну вкусно Картошку прям вот реально же можно вот так Ну на то и расчет Отдельно соуса к нему нет Ну как бы, да, это дороже, чем просто чизбургер Это я полагаю, что их чизбургер с мараморной котлетой Он точно такой же Просто он не весь в сыре Но это как бы большое блюдо И ради шоу подачи А у меня все лицо, да Можно себе разок взять Ну сходи, а скоро мойся и продолжим Я примусь за свои ребра Мой тархунчик Можно было взять баста сайз Мне сказали, что это тоже очень красивая подача Но пускай у нас сегодня будет акцент на чизи киллере Ну в принципе, я как бы вот этим занимаюсь зря Потому что здесь мясо настолько мягкое, что оно Прекрасно рвется Руками Само по себе руками, да Я поэтому приборы отложу Это У меня три соуса здесь Соус Джек Дэниелс Это супер мягко Сладенько С ореховой такой пикантностью Ну Я не знаю, есть ли люди Наверное, есть Которым не очень нравятся сладкие ребра Потому что Здесь все маринады ориентированы на сладость Но Ребра тоже не так давно в нашу жизнь вошли На самом деле Для меня, поскольку я люблю Сочетание сладкого и мясного Вот, видите, абсолютно гладкая кость То есть Мясо, оно Наверное Одно из самых Мягких мяс Которые я вообще Ел в жизни Попробуем гарнир Бэйби-картошечка С измарином Живется прекрасно Кужура И она, кстати, тоже немного сладковатая Так, давайте, чтобы перебить Немножко возьмем Имбирное Ребро А, вот отсюда, например, да Здесь ребро В японском маринаде Ну, вот видите, все разваливается Много маринованного имбиря сверху И Кинзы Ну, давайте все вместе положим Как накинулся-то сразу Здесь он Сладко-соевый Очень имбирный Подчеркивается Остринкой от Маринованного имбиря Получается, знаешь, такая уже Азиатская свининка Тоже вкусно Но они все сладкие То есть Они вот здесь Здесь отличаются Ну, вот это очень имбирный, например При этом ты взял не классический еще Ну, там тоже барбекю Кисло-сладкий и медовый тиреяки Баббекю тоже, по сути, сладкий Ну и И для кино набора И сто процентов, да Самое сладкое Это Перечная кола Давайте ее тоже Ну, здесь я уже могу просто, я не знаю Вот кусочек мяса оторвать Здесь Она самая сладкая Немножко уже даже В приторность Но Если закусываешь попкорном Соленым, да? Ну, такой нейтральный Ну, да, скорее соленый Вот Джек Дэниелс, они, знаешь, такие По сбалансированию Вот это прям кола-кола То есть в Джек Дэниелсе не так чувствуется Джек Дэниелс Здесь кола чувствуется больше Но они как бы и слаще Вот это, наверное, ближе всего, знаешь, к такой классике Тоже пусть и сладкой Вот эти интересные за счет имбиря Это вот кольное безумие для тех, кто прям колу любит Можно тебя попросить дать мне две салфеточки И ты сделаешь тоже свой ход с ребрами Пожалуйста Спасибо Да, сначала про лимонад скажу У меня яблоко эстрагон Действительно такой получился тархун Вот Он негазированный и не сладкий Что тоже, наверное, в плюс идет больше Для меня Так, давайте Действительно к моим ребрам У меня тоже тут такая Необычная подача, скажем так И поляна тоже, да Как мне сказали сначала, значит, все посыпаем лаймом А у меня уже лайм в читесе Лайм в читесе Ну давайте вот как-то Здесь вот эффектные подачи Для тех, кто любит вот эти всякие, знаешь, американские приколы Попкорн, читас Ну и чтобы порции были огромные еще, должны быть Ну порции действительно большие Вот, сказали Потом ребро положить на мороженое Но у меня уже здесь мороженое, знаете ли, основательно подтаяло Я уже могу взять вот так вот Смотрите, даже с читесом Давайте пробовать в ванильном мороженом ребрышко Слушайте, такое мексиканское сочетание получилось Потому что лайм так оттенил в конце И ваниль сейчас пошла Это прикольно Мясо через такое молоко к лайму вышло Это прикольно Такой химозненький Ну мы знаем, как учитесь на вкус Прикольно Ну вот Блин, это интересно, слушайте Это даже вот, ну типа, более сумасшедше, чем, да, сладкое Ну, как бы для кого-то, типа, сладкое мясо, да Ну, типа, здесь прям, я вам скажу, это Или детей уломать, поесть мясо Если они мясо не особо любят Ну, видишь Прикольно же, что они это именно в блюда обыграли То есть не так, что просто Мы положили читес А здесь, как бы, все друг друга должно дополнять А как тебе сами ребра? Да вкусно Вкусно, свиные ребра же как раз Да, да, да Ну, просто во рту тают Есть вот это ощущение, что мясо вообще просто распадается Ну, да Ну, здесь они, кстати, пожестче, чем говяжий до этого ел Ну, у меня вот, вот просто супер мягкое Можно все вилки порвать Нет, это тоже очень мягкое Я примусь за свой Ну, ты прав, типа, детей приучить к свинине Ну, если есть такие люди У нас все-таки регион халяльный, помимо прочего Ну, для них есть вот твои говяжьи ребра Мы сейчас к ним перейдем Закончим со свиными Моим сэндвичем Слушайте, ну, мы, несмотря на то, что болтали Ну, да, уже, конечно, так не тянется красиво Большой сэндвич Вот это реберное мясо Уже все, все кости удалили Мягкая булка И заявленные 4 сыра И лук зеленый Ну, выглядит круто Ну, вот объективно, да Просто я знаю Определенный негатив, связанный с открытием Фрэнка Потому что думали, что это что-то другое Что это что-то, как Black Star Burger А это, типа, скорее ресторан Или что это супер дорого Ну, если вы смотрите, например, нашу передачу Я уже не могу постоянно оговариваться и говорить Ну, там, типа, 200-300 рублей ничего не стоит Сейчас все везде стоит примерно одинаково Одинаково дорого Ну, ну, одинаково дорого, допустим, да Ну, вот этот сэндвич за 500 рублей Ну, он, во-первых, огромный Он с мясом И один, ну, самый известный футблогер в нашей стране Говорит, ставь лайк, если посожрал Ну, вот, что нужно добавить Все тянется, когда отпусываешь Ну, много вот этого реберного мяса А там какой-то соус есть, который дает свой вкус? Ну, я не знаю, это, может, базовый какой-нибудь барбекю Вот прям соуса нет Здесь упор, знаешь, во многом на сыр Сочетание ребра и сыра Здесь, кстати, наверное, вообще никакого нет соуса Здесь все идет вот от ребер И зеленый лук Это вкусно Этим можно наесться Может быть Единственное, как я бы это улучшил Я бы как-то помудрил с булкой Сделать бы какую-нибудь там Классную бриошь, вытянутую Ну, это типа просто мягкая булка, достаточно Ну, вот А булки была супер мягкая Это поплотнее Ну, визуально Но вообще это очень вкусный мясной сэндвич С мягким мясом, с большим количеством сыра Так, давайте тогда перейдем к моим ребрам сухого возревания Я ел стейк сухого возревания Это когда в специальную камеру ставят мясо И оно там потихонечку регулируемо-контролируемо сохнет Чтобы вся влага уходила Я правильно понимаю, чтобы такой был мясной концентрат Ну, по сути, да Но он еще дает, знаешь, он обычно дает такие разные побочные всякие прикольные вкусы То есть могут быть какие-то даже чуть-чуть не фруктово-ягодные А у меня мясо ел там с ореховым каким-то вкусом получилось Посмотрим здесь как, ребра еще я не... Так, ну, вот здесь понятно Ну, может, вилку взять здесь хочешь? Или ты так? Ладно, зачем? Что? У нас же все тут есть Можно выбрать любой из шести соусов, правильно? Да, я выбрал здесь соус Джек Дэниелс тоже почему-то у меня душа отлегла Ммм, вот он Такой вкус, вот, когда приносит, ты сказал, пахнет баней Вот он такой точно на щепе Такой баннен Пахнет березовым веником и вкус такой же немножко, знаешь Не то, что там, типа, березовый веник, это там что-то... Это еда Да, а вот именно ощущение такое есть Ну, а говядина сама как раскрылась Да, но соус чуть его перебил Джек Дэниелс, он такой сладенький, да, соответственно Как будто он сильно скрывает мясо, но это прикольно Ну, это хороший альтернатива для тех, кто свинину не ест, а специалитет Это все-таки ребра, вот, соответственно, можно, да, ну, они дороже, конечно, стоят Но можно взять, попробовать такие Это интересно, друзья, это интересно Как я уже сказал, там, где ребра, там и крылья Ну, учитывая, что здесь пять видов крыльев и многие из вкусов пересекаются с ребрами Я считаю, что это, наверное, тоже своего рода специалитет У меня мексиканский, опять же, подача Вроде бы ничего особенного Халапенье везде все уже кладут, там, начос Все это на подушке из гуакамоля Ну, во-первых, порция большая То есть, если человек себе одному это возьмет, 540 рублей Ну, скорее всего, он... Ну, то есть, невозможно съесть полную порцию крыльев и сэндвич Ну, нельзя просто так взяли Ну, очень сильно объедитесь Давайте я снизу возьму Потому что они лежат на... еще на гуакамоле Моя, в первую очередь, интересует острота Это... Кырли баффало Их наверняка до этого мариновали Ну, вообще, кырли баффало Выдерживают в огуречном рассоле И потом в сливках Не знаю, как здесь Они внутри мягкие И они кисло-острые То есть, после всего вот этого сладенького Ну, ладно, это сырненькое После всего сладенького Это довольно-таки острое И оно вообще не сладкое То есть, знаешь, требуя перебиться Вот эта кислота очень приятная И ты искал вкус мексиканский Вот это прям концентрированное Мексико У меня за счет лайма, как бы, понятно Во-первых, отлично приготовленные сами Хрустящие, но с налипающим маринадом крылья Можно взять перчик Можно взять начос Вот так положить еще в уакамоле И реально получается концентрированное Мексико Что, Аскар? Какой вывод? Еще интересная преемственность получалась Да, здесь было заведение Тимати рядом Там соседние двери условно Да, оно, кстати, не здесь Оно было в соседнем помещении В соседнем двери, да Не хватает там только от Эминема, да Этого маканчизную Из Детройта Мам-спагетти Мам-спагетти Не маканчизную Спагеттиную Вот, да Но, я думаю, этого не случится никогда Поэтому у нас есть Фрэнк Байбаста Действительно, это какое-то продуманное очень место Проработанное То есть, ощущение, что он уже очень много-много-много лет работает Как бы, да А на самом деле-то ему там всего-то, условно говоря В России там пару лет, да Я быстренько хотел бы еще акцент сделать на такой вещи Многие это очень сильно позиционируют С медийностью Василия Вакуленко Но это, с одной стороны, и плюс, и минус Такие вот рестораны от медиаличности История Фрэнка, она как бы началась до Басты И если знаете сериал «Карточный домик» То вот Фрэнк Андервуд, который любил после особых дел полакомиться ребрышками Он вообще первоначальный маскот И человек, который дал название этой реберной В первую очередь Они начали с Санкт-Петербурга У них меню было гораздо меньше Вам, может, нравится Василия Вакуленко? Не нравится? Музыка его, например, здесь в заведении не играет Здесь в данный момент ничего не играет Потому что мы снимаем передачу Мы просили его выключить Здесь играет зарубежный рэп И, в принципе, о Басте напоминают Только какие-то позиции в меню Поэтому даже если у вас есть какое-то там К нему лично предвзятое отношение Приходите вкусно поесть Нам в последнее время начали писать про рекламность Когда вкусно, тогда и вкусно Говорим, что очень вкусно Вот здесь для меня лично Все было очень вкусно Я расписал по вкусам Что сладкое, что кислое, что какое И выглядит эффектно Поэтому, мне кажется, вот такой Семейный ресторан выходного дня Вот у меня лично такая ситуация Больше, чем с баром Да я полностью согласен Здесь и алкоголя, в принципе, это много, конечно Но то, что на любителя Кому что нравится А мы будем ждать еще от каких-нибудь музыкантов Актеров И, я не знаю, блогеров Возможно, даже заведений Я считаю, что уровень мясной концентрации Достигнут максимальной В этом выпуске Но вы обязательно напишите в комментариях Какие темы вы хотели бы Чтобы мы осветили в ближайшее время С вами была программа «Едоки» Увидимся в кафе Пока Пока Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»